доброе утро спим-спим а нам все хуже и хуже ложимся блин в 10 просыпаемся в 10 и не высыпаемся почему так вообще непонятно вовсю кто-то что-то жмакает там борщ греют красотища лагерь проснулся опять мы все проспали так ребятки у нас начинается карельское утро с борща приготовлено на костре вчера на тема мешание иди кушать тут он торт сожрал как не можем найти этого подлеца верхушку торта съел пусть буду это не моя очередь для тортика надо что раньше чем кончился тортик нет очень приятно удивительно удивительный момент наши уже уехали оставили канистры пусты из-под топлива на обратной дороге заберем смысла нет с собой возить их все спутник собрали все собрали у гриль собрали кормилец ну ребята догнали мы шатуна стреколом да 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 о хапнули вы горюшка ребятки погода шепчет говорит сидите дома берите треколу надо постоянно мыть окна я представляю себе он по какашкам едет чушь в нем такого блин он весь наверно как к куля чистенький да вы их не продаете случайно приехали на чугу сейчас попробуем поискать саша вы следы читаете нормально все да 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 я вот проход тут нашел сейчас посмотрим куда он ведет совершенно верно давайте мы съездим на разведку посмотрим что там вообще есть интересного и вернемся если чё здесь изба была сгорела саш короче мы добрались до места здесь изба стояла сгорела печь горелая короче стоит вот я думаю смысла нет сюда лукаться потому что ровной площадке нету надо выходить туда вот я к вам сейчас выйду поищем где-то место чтобы поставить палатки и лагерь уже сделать мы еще когда прошлый раз сюда путешествовали нам говорили что здесь есть изба и что она вернее была изба что она сгорела ночевать здесь негде не ночи пойдем на полотно промерзшие и поставим палатки площадку найдем сейчас или вот встанем здесь куча дров голова чешется наверно к бани вот по любасу новая палатка утепленная с утеплителем она у нас будет предбанником отапливаться будет и от бани и от вебасты ребят у нас какая красота в тапочках ходить можно это простой полоël сейчас туда еще утепленный поставим дак это поминальный стол какой-то слушать ахаха лежбище блин ухты поросенка разделывают уже во всю вот так вот шкварочки салом натирать стол натирать картошку будем жарить на ой 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 вот это да у нас так пойдем полутепленный в предбанник установим у нас лагерь тут вообще разросся вебаста шпарит баста шпарит тут уже градусов 20 внутри полосы плюса вообще хорошо плюс 15 на полу закрыть все новая палачка нас купе вот такой вот у нас полутепленный здесь ребят кладется я пока еще не очень понимаю как он крепится сейчас разберемся дело делается споры спорятся до это карельский блогер построим сейчас фрегат и уплывем в финляндию до пачуки шаня он шпарит воду носит о-хо-хо-хо целая бочка у нас тут еще со льдом красота для тех кому станет плохо в бане можно льда приложить город у нас тут целый город город фиг чё скажешь и в нем тепло и сухо все затопил я печку воды натаскали со льдом полки стоят все там все отапливается вообще прекрасно сейчас сюда при проведу свет и все выставим спутник чтобы у нас была связь что мы сегодня готовим вкусного у нас будет сегодня дикого кабана стейки стейки дикого кабана так а пока мы будем ждать стейки мы готовим на природе и ишенку и ишенку прекрасно прекрасно с дымочком да на кострице конечно на чугунной сковородочке конечно сковородка еще восемьдесят второго года поэтому не ни разу не мылась для зажаростности конечно шикарно ой-ёй-ёй-ёй вот это да вот это у нас ужин сейчас горячий это ланч предварительно у нас но день длинный еще 1547 а уже ночь все надо уличный свет сейчас я это и сделаю вкуснотища у нас и жинга костерчик банька на растопилась уже психует свет дали сейчас наведем спутник приготовим вездеходы ко сну и пойдем париться ну как где рыба а щупарь елки-палки а вы смотрите-ка 2 видимо сбила вот сколько не час по хорошая 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 уха будет значит можно и нажарить еще пару то поймаю да вот было два поднятия 2 8 до 8 8 отлично мы уже почти в предбанном состоянии предпарном до печь еще не психанула сейчас пойду и психану и все старта так у нас здесь тепло хорошо сухо ну что холодно зябков замечательно зябков мы карелы привыкли в таких снежных банях мы давно на льду ты лежишь вот это парильная жарильня вот это да вот это айда краснота малиновая малинечное варенье мишка приятно делают водички использовали воды использовали всего вот микро гулечку да и так ребятки все все попарились погрелись сейчас вынесу холодильник на улицу я тоже напарился нагрелся красота в таких местах такое удовольствие вы видите да сами что у нас тут происходит тут комната тут комната с теплым полом со светом и там баня или кухня может короче вот такой вот у нас палаточный городок здесь еще можно палатку присоединить туда можно палатку присоединить короче этот городок можно разрастить серьезно так что рекомендую всем членам команды иметь палаточку лотос 5 очень будет комфортно на дальних выездах прицепились друг другу и все ходим в гости стали лагерем все ребята лагерь спит отдыхает уже все по люлькам разбрелись а мишка уже вообще устрыхнет наверно спутник вон наш стоит работает работает вам видосы скидывает в инстаграм так что смотрите все свежие видосы там первую очередь появляются поди ка напарился ой так а без задних лап даже спишь наверное хорошо тебе да сейчас мне тоже будет хорошо хорошо в тряпки за роешь тоже мощи шикарно будет после такого дня то доброе утро народ у нас она не такое доброе конечно как хотелось бы на улице дождь снег весь сожрал он так что если такая погода будет оставаться завтра поедем домой пелос от речка со сранья сейчас мишка празднуется пойдет на рыбалку опа не изменяя традициям утрешняя яичница это омлет да а яичница вчера у нас балуете александр не повторяем вы нас балуете сегодня у нас ум лет в обед будет борщ до жареной картофель сидит карел ждет ждет когда кормить его будут когда зададут корм так иди поймай медведя на гриле сделать светит рассветет карел все четыре кусочка отрезала помельчить или поперчить или наш еще облизать до себе я думал ложкой мы сейчас вдвоем с тобой рубанем давай скажем что только низ был у торта но они же не видели его в нормальном состоянии мы легко отмажемся скажем чтобы были ну так вот накололи в магазине два дали с верхушкой один с низушкой только на губы вытереть да вытрем вообще не проблема мы уйдем жерлицы проверять ситуация такая пришли мы на озеро на эту чуку недоступную а тут уже смотрите плюнуть некуда все луны заняты на лунки сейчас будем ставить на жерлицы на жутко так ребята окунь карельский о по крупнина крупнина зашла блин даже и вот даже на этот на живца то не поставишь слишком крупный опа еще один будем количеством брать не размером количеством возьмем на миш ты давай шарохаться по чужим лункам тогда а какой красавчик попался за бороду хороший живчик опа шо один опа еще один поп есть о поля есть о поесть куда запах такой идет горит что-то ветер оттуда идет нет не от нас а ну как будто от кастрования так учу пошли ставить жерлиц ты идешь на рыбалку и ты идешь на рыбалку и ты идешь на рыбалку тоже вот остальные идут купаться обратно кыш 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 вот такое ребята озеро летим полетаем погода позволяет вроде а 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 Задача у меня сегодня такая, собрать лагерь, потому что прогноз погоды нас не радует. И болото, и озера сейчас развезет. Плюс будет и дожди, 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 три дня. В связи с этим мы решили собраться и поехать домой. Потому что дел дома тоже хватает. Мы здесь побывали, мы сюда доехали. Ну вот пока улов. Два щупаря таких неплохих. Самые едабельные. Это вчера попалось, сегодня утром попалось. Может еще что попадется. А я пока лагерь собираю. У каждого своя работа. Была надежда, что здесь будет хоть какой-то минус. Нет, смотрите, все болото уже открывается. Там корочки чуть-чуть прихвачено. Сейчас эта корочка валиться начнет. Будет тяжело выезжать нам. Мишанька пошел жерлицы ставить. Может до завтра мы тоже какую рыбу поймаем. Хорошую рыбу. Видите, все колышки из болота вывалились просто. Просто вываливаются. Это плохо, конечно. А какую красавицу поймали. Ай-яй-яй, хороша, хороша. И дозорный наблюдает, не выйдет ли какой-нибудь подлосик на границу леса. А надо обычной? Да, классный картофан. А кто там разломал все мои скамейки? Так они развалились. Тепло. Все, мы свернули лагерь завтра. Рано, рано еще по темноте должны выйти. Развезет болото уже все. Все, здесь мы уже прыгаем. Корка эта отошла. Смотрите, где баня стояла. Вот здесь бочка стояла, видите? Смотри. Во! Все, уже болотина прям. А вот здесь вот мылись. Можно к кокуням уйти по колено. А вот здесь была печка. Василий, а где такое замечательное место? Кокуни. Кокуни там, к кокуням уйти можно. Короче, мы решили убить все продукты, сожрать. Карелу нашему кормить решили. Да я столько не сожру. Да, сожрю. Че ты врешь-то? Тут всего, блин, ведро мороженой картошки. Ребята, не верьте. Я съел вот одну бастурму. Бастурму. Он, короче, очень хотел быстро кушать, хотел. И то не доел. Люля. Взял люля, короче. Оно снаружи вкусное, говорит, а внутри фигня какая-то. Вот я наружу поел. Нароже видно прямо, что ты поел наружу. А внутрю не стал. Внутрю ты тоже съел, мне кажется. Но мы еще не перебрались через реку. Рано вы еще все продукты карелу кормите. Ой, рано еще. Еще можно застрять. Все, ребята, вышел ночной хищник сейчас. Вот это время. Вот это. Посмотрите по сравнению с этими-то, какого я бегемота поймал. О-хо-хо. Ну все, сейчас пойдет дело. Мамки маленьких не пускают гулять теперь? Сейчас только крупный будет. Понятно. А я бы тебя тоже не подпускал. Ничего. Съешь все? Не, я же не ем практически. Надеюсь. Знаешь, собакам свиньи надавать нельзя. Ну я же не собака. Не могу. Я же не про тебя говорю, я говорю про собак. Знаешь, что нельзя? Ничего. У них печень больная. Собак? Собакам свиньи не давать. Если больная свинья с больной печенью. Лосятину тоже собакам нельзя давать. Знаешь? Рога вырастут? Нет. А что? Сожрут. Кого? Лосятину. Кто? Собаки, блин. Ребят, при работе с газом это техника безопасности. Вот баллон он заверз, Миша принес полено горячее. И приложил к баллону для того, чтобы погреть газ-то. Нифига там. Он же не опасный баллон. Воздушный зазор есть. Так что все в порядке. Техника безопасности не нарушена. Да, вот такой процесс. Греем поленом, греем баллон, а баллон греет. У нас эти самые. Это круговорот, для его связи. Мягкие штучки, как выразился один тут товарищ. Люляка варителем обзывает мой аппарат. Совести у них вообще нифига нет. Темные люди. Ну что, и что, и возьмемся. Все, ребята. Лагерь разбежался, все ушли спать. Тарахтят машины. Мы тоже ложимся. Завтра ранний подъем. Все, что надо было собирать, собрали уже практически. Мишка где-то еще шарохается. Не пойми где. Пришел блудный. Попугай. Кто пришел? Попугай блудный. Лагерь, контролировал. Ну вот и закончилась очередная серия. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайк, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь на канал, кто не подписан. И ждите. Будут новые серии, будут новые приключения, будут новые вездеходы. Всего хорошего. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!